добрый день дамы и господа всем привет от диты солнечной канады сегодня у нас сумки и обувь на осень и вообще немножечко остатков с летом и мы отправляемся с вами в магазин hudson bay это канадский магазин очень большой очень старый и посмотрим что у них есть первое на что мы наткнулись с вами это сумки вечерние вот там были такие шелковые клатчи которые сейчас абсолютно никому не нужны потому что никаких вечерних выходов у нас не наблюдается ближайшее время и не скоро наверное нам понадобится но тем не менее их продолжают продавать а сумок было много сумки были такие осенне-зимние темные и не очень и также сумки были совершенно летние ну вот например как эти это фирма гэс по моему и сумки совершенно таки в цветочек но вот они кстати и на селе потому что они видимо стоят с лета остались еще с летнего сезона и до сих пор продают видимо на лето они остались не распроданы потому что летом как вы понимаете ну в общем народ не очень покупал и остались они стоять и вот их продают сейчас на селе сумки симпатичные мне понравились они веселенькие такой расцветочка в цветочек вот это тоже неплохая кстати сумка и она тоже на селе это плетеная сумка которые летом были очень популярны на самом деле по моему популярна до сих пор потому что вот у меня плетеная сумка которую я до сих пор ношу осенью еще одна плетеная сумочка это бренд aldo и тоже она была в цветочек вот здесь мы наблюдаем тоже бренд aldo сумка очень похожи на известный бренд всем нам черная такая простроченная похоже рюкзачок тоже бежевый и вот это очень симпатичная замшевая коричневая малютка такая очень удобная вот эта сумка мне очень понравилась это бренд рай флорен красивая очень расцветка напомнила на мне что такое к жиль вот или знаете какие-то такие мотивы тоже довольно летние ну и сейчас конечно же конечно же мы с вами видим это закос под известную сумку пельмень или вареник или что что-нибудь такое подобное а значит вот эти вот с цепями это последний вообще писк моды это стив мэдден бренд они сделали их очень похожими на на сумки ботега ну как очень похожи ну в общем узнаваемыми я бы сказала они вот есть в трех цветах есть черная красная такая зеленая защитно-болотная с интересами разглядывала мне она нравится но нравится она мне может быть потому что это закос под ботегу вот я вот не могу сама собой разобраться или мне действительно нравится эта форма вот эти вот немножко подешевле потому что они уже без цепи и вот кстати интересное решение двух двухцветная сумка по тега до этого не додумалась а вот майкл корс ой простите стив мэдден додумался до такого и я конечно захотела посмотреть как это выглядит на мне вернее на мне а со мной в комплекте со мной приложила эту сумку к себе взяла ее под мышку держал и так и эдак и вот в принципе она не очень дорогая вполне можно ее купить но вот меня мучают сомнения мне действительно нравится эта сумка или нравится она мне потому что это закос под ботегу вот когда я для себя этот вопрос решу тогда я может быть решусь на покупку этой сумки вот переходим дальше вы видели там такие малютки под крокодила были очень симпатичные милые это корнер кельвин кляйн и здесь сумки такие традиционные шопперы и спортивные сумки из баллони очень такие традиционного дизайна и фасона кельвин кляйн ничего нового ничего интересного вот эти сумки это производство магазина хатсон бэй и продаются это как бы черити то есть на благотворительность сумка стоит 25 долларов и 15 долларов с каждой покупки с каждой сумки идет на помощь женщинам которые страдают от рака и как бы вот потери волос или какие-то проблемы со внешностью вот направляются на 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 эту благотворительность и если честно это прекрасные цели я в общем-то эту сумку купила потому что я подумала что 25 долларов на такие большие деньги если это действительно на такие благие цели то в общем-то хотелось бы помочь вот грустная тема давайте вернемся к сумкам здесь у нас тоже значит это тоже бренд киас но эти сумки уже более зимние как видите черные коричневые и красные такие традиционные стандартные цвета однотонные и вот это вот сумочки тоже бренда гэс очень очень симпатичные мне они очень понравились есть маленькие такие под крокодила и с разными там замочками цепочками в общем такие с фантазиями и точно такая же сумка немножко побольше размера немножко подороже но в общем приятная сумочка что-то новое для гэс по моему немножко новый дизайн новый фасон не совсем обычная но еще вот продолжение корнера гэс и вот это мне понравилась сумка вот это сочетание красный с розовым она в общем-то необычная но как-то выглядит неплохо по моему да ну в общем вот такие вот сумки вот это тоже такая традиционного фасона но структурированная сумка мне нравятся такие сумочки они она удобна у нее есть цепочка вешать на плечо или носить ее кроссбоди и мы переходим к обуви осень пришла зима на носу и вот у нас во все уже появились сапоги очень красивые замшевые коричневые сапоги бренд натуралайзер очень хороший хорошего качества обувь и в общем довольно симпатично как вы видите те замшевые были сапоги совсем неплохие вот эти кожаные черные традиционные и вот еще одна пара была черных кожаных сапог которые мне понравились стоят они недешево но это кожа это хорошее качество как бы вот того они стоят а вот на этом столе были представлены разные бренды начиная от топ-шопа который тоже продается в магазине hudson bay и были разные другие я вам сейчас покажу вот эти вот шлепанцы тоже которые были все лето массивные очень моде это фирмы топ-шоп они очень тяжелые просто страшно тяжелые и вот посмотрите на эти милые тапочки посмотрите какая прелесть два тапка сделано как будто две половины собачки и в общем получается как будто бы такой вот рисунок это бренд л.л.бин это в общем бренд который известный американский бренд не дешевый он известен своими такими знаете одеждой больше такой удобный и комфортный чем красивый но в общем удобство и комфорт это тоже важно вот эти сапожки полу сапожки это тоже топ-шоп и они довольно симпатичные мне понравились они красивые и мы сейчас переходим к сапогам бренда лакерфилд вот были такие под под зверя под леопарда по-моему они были из ткани но не помню если честно я сейчас не вижу на озвучке и вот такие вот ботфорты замшевые черные на удобном квадратном каблуке с отворотом симпатичные сапоги ну и конечно же конечно же наши традиционные любимые резиновые сапоги без которых в канаде никуда потому что у нас это очень-очень важная обувь весной и осенью у нас все обязательные носят резиновые сапоги у каждой женщины есть пара то и несколько резиновых сапог самый популярный это фирма hunters у меня тоже есть такие сапоги я их иногда ношу иногда надеваю вот одной пары мне вполне хватает в принципе они с носу им нету и как бы они не дешевые совсем не дешевые но купивши одну пару вы вполне можете носить ее очень долго я даже не представляю ситуацию в которой с ними может что-то произойти ну на самом деле у нас действительно нужны эти сапоги потому что иногда бывает слякотно иногда бывает дождливо и в такую вот дождливую слякотную погоду это самое то вот это обувь более симпатичная вот вы видите есть такие пол сапожки двух двух расцветок есть черные есть под змею и вот эти такие элегантные черные классические пол сапожки которые вполне подойдут всем абсолютно женщинам так массивные массивные большие ботинки которые продолжают быть в моде которые из моды по моему не выйдут еще очень скоро в силу того что они удобные в силу того что вот эта толстая подошва она защищает от холода и в то же время это удобно это это низкий каблук это хороший ход и я думаю что они продержатся в моде еще очень долго ну и как вы видите вот всевозможные варианты больших вот этих массивных ботинок они представлены в любых вариантах со шнурками без шнурков вот тоже черные такие на шнурках вот типа ботиночки челси такие тоже на такой толстой подошве и на толстом каблуке их было очень много и они как бы вот сейчас рулят видите вот есть такие под есть под под змею а есть вот такие вот ну просто вообще прощай молодость на шнурочках такой расцветочки ну абсолютно такие бабушкины сапожки но сейчас это модно есть белые есть видите жемчужными с камнями есть под милитари расцветку ну в общем вот опять под под зверя и все 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 что угодно а это знаменитые ботинки доктор мартинс которые тоже уже очень очень много лет рулят не выходят из моды являются очень очень популярной обуви и у молодых и не очень в общем как бы никуда они не уходят насчет удобства этих ботинок я поспорила в общем они довольно тяжелые и не очень удобные насколько я слышала но тем не менее остаются в моде остаются популярными несмотря на немалую цену в принципе народ их покупает с удовольствием носит и и вот засняла хотела вам показать это такой традиционный рисунок магазина Hudson Bay видите вот четыре полосы зеленая красная желтая синие это их как бы трейдмарк очень много лет они выпускают вещи вот с таким вот рисунком это как бы еще старая английская традиция пошло от старых английских каких-то одеял которые выпускались вот именно с таким рисунком и они делают эти полоски абсолютно на всем на на детских вещах на игрушках на на зонтиках вот вы увидите там дальше потом на одежде для собак и на одеялах на пледах естественно это их как бы фирменный знак на подушках на наволочках который пока показывает что эта вещь была куплена в магазине Hudson Bay это их фирменный фирменная расцветка которая в общем как бы показывает что вещи дела на качестве на вещь дорогая вы можете так сказать гордиться тем что у вас есть вот эта вот вещь с этими полосками и ну знаете это вроде как вот Adidas 3 полоски так вот Hudson Bay выпускает вещи с полосками вот такими вот разноцветными все девочки на этом закончу свой обзор всего вам доброго увидимся в следующем видео всех люблю целую пока пока бай